Дагестанские должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности. Пожар ликвидирован, все поставленные задачи выполнены. В центральной больнице Дзербента спасатели МЧС провели учение. Большие грузы едут с грузом. Дагестан отправил очередную партию помощи жителям ДНР и ЛНР. Ифтар Единства. Более трех тысяч человек приняли участие в коллективном разговении на площадке Духовного центра имени Пророков. Десять дней на устранение замечаний. Именно такие сроки определила подрядная организация мэр Махачкалы Салман Дадаев. Накануне граноначальник инспектировал улицу Каркмасова, а также скверы имени Фазуалиевой и борцов революции. На месте выяснилось, что с ремонтных площадок вовремя не вывозится мусор и возникли проблемы с поставкой опор уличного освещения, скамеек и урн. Полностью весь мусор начинаете вывозить, чтобы они вот это не присыпали, как вот что, грунт там. Организация, особенно вот та, которая эти велосипедные дорожки делала в сфере Фазуалиевой, они в принципе не должны больше ни на какие подряды выходить, если они это не переделывают. Градоначальник пригрозил подрядчикам штрафными санкциями вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Остались газоны. Пусть завершают все газоны. Все объемы, которые в рекламации, замечания, которые указаны, или они приступают к устранению, или мы начинаем, получается, претензионную работу. Все замечания, которые выданы, по отколовшейся бордюре, по плохо уложенной плитке, по покосившейся столбам, у нас же все замечания даны. Рубля не давать, пока все не исправить. Это первое. И второе. То устранение, если они, опять-таки, идут так же, как и по специальной монтаже, такая же ситуация. Если они до 15-го числа не завершают, с 15-го числа претензионную работу и включение в черный список недобросовестных поставщиков. С ними в нянчиться здесь никто не собирается. Должники в Дагестане получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при взыскании задолженности. Для этого гражданин обязан лично обратиться с заявлением в подразделение служебных приставов, где ведется исполнительное производство. Также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или иной орган, в должностному лицу, выдавшему исполнительный лист с заявлением о предоставлении срочки или рассрочке выплате долга. С 1 февраля 2021 года реализована граждан Российской Федерации на сохранение прожиточного минимума. Для этого гражданину необходимо направить заявление в службу судебных приставов о сохранении прожиточного минимума. В заявлении необходимо указать фамилии, имя, отчество, документ, заставляющий личность, реквизиты исполнительного документа, реквизиты исполнительного производства. Кроме того, необходимо указать один из номеров счета в банке, где будут сохранены соответствующие денежные средства. Судебный пристав исполнитель, изучив соответствующие документы, поступившие к нему, вынесет соответствующее постановление и направит его в банковское либо кредитное учреждение. Кроме того, у граждан Российской Федерации также есть возможность отсрочить либо рассрочить исполнение исполнительных документов. Для этого необходимо обратиться в суд либо к соответствующему установленному должностному лицу. Отсрочка представляет собой возможность гражданина перевести исполнение исполнительного документа на определенную дату. Рассрочка – это определенные интервалы времени, в течение которых выклачиваются соответствующие денежные средства. Суд либо иной уполномоченный орган, рассматривающий данное заявление, изучит материальное положение гражданина, представленные им документы и приведет соответствующие решения. Как добиться устойчивого развития экономики в условиях санкции? По каким направлениям региону будет оказана помощь Федерального Центра и в чем она конкретно будет выражена? Эти и другие вопросы стали ключевыми в ходе рабочего визита в Республику представительной делегации Министерства финансов России, которую возглавил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов. На совещании в правительстве Республики федеральный чиновник остановился на некоторых мерах поддержки бизнеса, принятых в Центре. Так, помимо моратория на плановой и внеплановой проверке объектов предпринимательства, введена ускоренная процедура возмещения НДС. Для компаний, которые работают в гостиничном бизнесе, обнулена ставка на налоговую добавленную стоимость сроком на 5 лет. В федеральном уровне за последние месяцы мы приняли ряд мер. Безусловно, для Республики особенно актуальны эти меры поддержки, которые для малого и среднего предпринимательства принимались. Это сейчас и ускоренный порядок возмещения НДС, который буквально в марте был принят. Это и отсрочки, и рассрочки для отдельных отраслей. То есть мы по тем платежам за первый квартал, за четвертый квартал прошлого года, за первый квартал этого года, отдельным секторам, пострадавшим на данный момент, которые идентифицированы, будет предоставлена отсрочка на 6 месяцев, с последующей рассрочкой на 6 месяцев. Поэтому здесь для Республики особенно актуальны эти меры поддержки для субъектов МСП. В том числе по линии правительствам предоставляется и льготное кредитование, и субсидирование процентных ставок. Поэтому эти меры поддержки, которые имеют адресный характер, направлены на развитие отрасли МСП, на поддержку отрасли МСП, наиболее актуальны для Республики сейчас. Дагестан – лидер среди регионов России по естественному приросту населения за последние три года. В Республике наблюдается стабильное повышение показателей рождаемости над смертностью за этот период. Так, дагестанцев стало больше на 82 тысячи человек. Немного нам уступает Чеченская Республика с приростом населения 63 тысячи. Аутсайдером рейтинга стала Московская область, где население за три года уменьшилось на 100 тысяч. Всего, по данным исследования Реарейтинг, численность населения России с 2019 по 2021 год снизилась на 1,2 млн. человек. Два ДТП произошло в минувшие выходные. В первом случае КАМАЗ протаранил ВАЗ-14 модели в Буйнакском районе. Погибли два человека. Предположительно, аварию спровоцировал водитель легковушки, выехав на встречную полосу. На месте погибли он и его пассажир. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Карабудахкенском районе. 30-летний житель Кумтор-Калинского района на Калине из-за несоблюдения боковой дистанции столкнулся с девяткой. После чего, потеряв управление, врезался еще и в иномарку. В результате ДТП 50-летняя женщина, пассажир Хонды от полученных травм, скончалась на месте. В Дербенте подвели итоги оперативно-служебной деятельности подразделения Главного управления МЧС России по Республике за первый квартал этого года. В рамках мероприятия были проведены пожарно-тактические учения в центральной больнице города. Профилактика является неотъемлемой частью работы спасателей, ведь пожар всегда легче предотвратить. Но порой обстоятельства складываются так, что ЧП происходит, и в таком случае очень важен четкий и слаженный алгоритм совместных действий. Тему продолжит моя коллега Асель Манапова. По легенде учений, пожар произошел в результате короткого замыкания в столовой медицинского учреждения. Пламя стремительно распространялось по зданию, создалась угроза перехода огня в коридор и соседние помещения. Спешно на место ЧС прибывают силы и средства реагирующих подразделений МЧС. Силы первых прибывших подразделений были брошены на спасение попавших в огненную ловушку персонала больницы. Некоторых из них огнеборцы эвакуировали из окон с помощью высотной техники. Сложности учениям добавляли еще и новые вводные от оперативного штаба. Данная победа. Деверное отделение 5-й и 7-й. Поясняем. В итоге пожар был ликвидирован. Поставленные задачи спасатели выполнили. Все задействованные подразделения показали высокий уровень подготовки в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В котором были отработаны элементы тушения пожара, спасения пострадавших, а также организация вопроса взаимодействия со службами жизнеобеспечения, а также прибывающими подразделениями для организации тушения и организации взаимодействия по эвакуации пострадавших. Поставленные задачи пожарно-тактические учения выполнены. Проблемных вопросов не было. Отработки слаженных и оперативных действий личного состава в МЧС региона уделяет особое внимание. Такого рода тактические учения проводятся регулярно. Асельмана Павамурат Бикбарзов, новости ННТ, Дербент. Именно благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС в жилом доме Каспийска удалось спасти котенка, провалившегося в шахту. На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье и вызвали спасательную службу. Прибывшие на место сотрудники МЧС проделали в стене отверстие и вытащили котенка живым и невредимым. Дагестан отправил очередную партию помощи жителям ДНР и ЛНР. Накануне из региона выехала колонна из пяти камазов общим весом более 73 тонн. В гуманитарный груз вошли вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая химия и средства личной гигиены. Все это было собрано в районах и городах республики по инициативе местных властей и партии «Единая Россия». Пункт конечного пребывания больших грузов в город Батайск, Ростовская область. У нас еще планируется на отправке около 200 тонн гуманитарных грузов. И этот груз продолжает постоянно пребывать на территорию торгового груза от всех муниципальных образований. Еще раз отмечу, что в этой акции, в этой работе принимают участие органы государственной власти, общественные организации, различные фунды, муниципальные образования, все республики и простые жители дагестанцев, которые оказывают помощь в такое сложное и необходимое время. Более трех тысяч человек приняли участие в коллективном разговении на площадке Духовного центра имени Пророка и Сын. На праздничный вечер собрались жители Буйнакска и Буйнакского района. В рамках мероприятия звучали строки Священного Корана и Нашиды. С наставлениями перед верующими выступили известные ученые-богословы. Инициативу Муфтията Республики о проведении подобных мероприятий активно поддерживают и власти на местах. Я хочу поблагодарить и Духовное управление Республики Дагестан, которое на самом деле реально делает, чтобы наша молодежь, чтобы наше потрясающее поколение, чтобы приводить к исламу, чтобы дать ей какое-то воспитание, в коем веке, в котором родители, наверное, больше заняты, больше работают. Поэтому очень, что касается нашей городской духовной управления, ну, они проводят колоссальную большую работу в школах, в учебных заведениях. Просто это молодцы. Наверное, я не знаю, если бы не было бы этой организации, я не знаю, кто было бы в нашей молодежи. Дай Аллах вам здоровья. Радостно, что сегодня здесь столько людей собралось, столько алимов. Председатель Мафтеат Республики Дагестан Майрану Мухаммад сегодня с нами. Наши доктора наук сегодня с нами. Если посмотреть главы города, района сегодня вместе с нами, можно сказать, вся администрация сегодня здесь, столько имамов, алимов, спортсменов. Данное мероприятие нас все объединило. За это я в первую очередь хочу воздать Фауса Вишнему Аллаху. Потом и вам сказать баракалла за то, что вы приняли на этом мероприятие участие. В селе Мали Гиргибельского района состоялось торжественное открытие участковой больницы после капитального ремонта. Работы здесь велись несколько лет, как за счет республиканского и федерального бюджетов, так и за счет меценатов, выходцев из села. В здании провели полный капитальный ремонт в помещении, заменили кровлю и фасад. Для оказания своевременной медицинской помощи предусмотрены кабинеты участковых врачей, комфортные палаты, столовая и санузел. Сейчас мы прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. 13-летний мальчик получил сильный удар током в одном из парков Махачкалы. Он забрался на дерево и случайно коснулся оголенного провода под напряжением. Подростка доставили в ожоговый центр РКБ. Его состояние оценивается как тяжелое. У мальчика глубокая электротравма с поражением 13% поверхности тела. Врачи борются за его жизнь. Пить не рекомендуется. Жители микрорайонов Загородный, Семендер, Красноармейская и проспект Акушинского, 82, попросили воздержаться от использования в пищу воды из-под крана. В результате отбора проб питьевой воды на водоводах Меотли и Махачкала было выявлено превышение допустимой нормы мутности. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Дербент по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 21-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет, в котором находился порошок белого цвета. Экспертиза показала, что содержимое является наркотическим средством мифедрон, общей массой около 30 грамм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По данным Росгидромета, в период до 5 апреля местами по горным районам республики ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Службы спасения рекомендуют быть внимательными. По статистике, в 9 случаев из 10 виновником природных пожаров становится человек. Самые частые причины – это незатушенные костры и брошенные окурки. Житель Унцукульского района подозревается в краже Золотого кольца стоимостью 350 тысяч рублей. В Ленинский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что 29-летний мужчина, с которым она состояла в близких отношениях, украл принадлежащее ей украшение. Подозреваемый был задержан, однако, по его словам, женщина сама попросила его заложить украшение в ломбард еще в июне 2021 года. Все вырученные деньги он якобы передал ей. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают достоверность показаний участников инцидента. Дагестанский ансамбль танца «Дети Кавказа» стал победителем восьмого международного конкурса хореографического и циркового искусства «Звездный путь», который прошел в Ставрополе. Наши танцоры покорили всех своим мастерством и показали лучшие результаты. Коллектив стал лауреатом первой и второй степени и обладателем гран-при в номинации «Кавказский танец». Ребята показали высокий уровень мастерства. Их старания, артистизм и техника исполнения были по достоинству оценены всеми членами жюри. И о спорте. «Динамо» обыграла лидера и вышла на второе место в турнирной таблице ВНЛ-2. В центральном матче 24-го тура махачкалинцы добились гостевой победы в игре с ростовским СКА. Матч двух претендентов на повышение в классе завершился со счетом 1-0. Единственный гол в игре на свой счет записал Абакар Гаджиев. Полузащитник «Белоголубых» прямым ударом со штрафного буквально вколотил мяч в девятку. После этой победы «Динамо» вышла на второе место и сократила отставание от лидера до трех очков. При этом махачкалинцы имеют одну игру в запасе. «Если, скажем, до этой игры шансы были не так велики, они сейчас, конечно, очень сильно возрастают. Но мы прекрасно понимаем, что чемпионат еще не заканчивался. 5 июня, если я не ошибаюсь, будет последний тур, тогда будет понятно и будет ясно. Но «Динамо» махачкала будет все делать, чтобы в этом сезоне воспользоваться шансом и подняться. То, что можно сделать сегодня, не надо плагать на завтра». Два других дагестанских клуба «Анжи» и «Легион» в этом туре сошлись в дырби. Игра проходила на резервном поле «Анжи-арена» и завершилась со счетом 2-0 в пользу номинальных хозяев. Под занавес первого тайма ударом головой счет в матче открыл Юсуп Вагабов. В добавленное время матча преимущество «Желто-зеленых» удвоил Раджаб Магомедов. Эта победа позволила «Анжи» подняться на пятое место в турнирной таблице. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте, а также на Яндекс.ЦН. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова